Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Высший кайф футболиста». Написана статья в среду 29 января 2020 года. Итак, начинаю. Знаете, какой континент лидирует в мире по количеству самоубийств? Это старуха Европа. Причем тут футбол? Чуть позже поймете. Что же является высшим кайфом для футболиста? Кто-то, неосознанно скрывая свою главную цель в футболе, получение космических гонораров, говорит о любви к футболу. Кто-то говорит, что любит футбол больше жизни, а за этой любовью просматривается известность, почитание тысяч фанатов. Кто-то заявляет о любви к футболу только потому, что у него все получается в футболе лучше других. У кого-то любовь к футболу объясняется попаданием, как он считает высшую касту людей. Ведь не зря же там платят такие огромные деньги. А кто-то любит футбол потому, что сумел победить себя и приблизился вплотную к техническим показателям своего кумира. Вариантов любви к футболу существует огромное количество. Но где же во всех этих бесчисленных вариантах любви то максимальное удовольствие, которое ощущает футболист? Неужели тогда, когда на твой счет капает очередная сумма с пятью нулями? А может быть высший кайф футболиста это ощущение его, когда ему вручают золотую бутсу или золотой мяч при переполненном зале, где половина присутствующих твои завистники? Может быть это высший кайф? А может быть все намного проще? Высший кайф это забитый мяч, когда переполненный стадион неистово ревет от восторга, когда тебя придавливают газону благодарные партнеры, образуя над тобой целую гору тел? Невольно вспоминается визит одного человека к настоятелю мужского монастыря. На вопрос, как правильно трактовать Библию, настоятель указал пальцем на своих монахов, суетящихся во дворе монастыря и сказал, у меня 26 монахов, это 26 ходячих Библии. Так что сколько на земном шаре футболистов было, есть и будет, столько и существует вариантов максимальных удовольствий для них. Но я остановлюсь на двух вариантах высшего кайфа футболиста. Один из них общеизвестный и общепризнанный, а второй мало знаком для современного футбола. Но если быть честным, то это вариант в подавляющем большинстве случаев вообще никому не ведом. Итак, первый вариант максимального удовольствия футболиста. Это коктейль, микс из славы, популярности, высоких гонораров игры в топ-команде Европы. Думаю, что комментировать здесь нечего, всем все ясно. Об этом в тайне или явно мечтают практически все футболисты. Да, такие ощущения, когда все это у тебя есть, можно смело назвать кайфом, но не для меня. Даже сиюминутный, а точнее сиюсекундный импульс удовольствия, который возникает в сознании после взятия ворот соперника, я не считал и не считаю высшим кайфом футболиста. Есть вещи намного более значимые. Но для того, чтобы озвучить вам второй вид кайфа футболиста, который мне близок по душе и по сердцу, расскажу вам одну историю. Это было более 40 лет назад. Я дружил с одним кандидатом наук, специализирующимся в области теории вероятностей. Этот человек читал у нас лекции по теории вероятности у нас в институте, в Киевском политехническом институте. Читал лекции по теории вероятности, а когда заканчивали занятия, то возвращались мы по одному маршруту, так как жили недалеко друг от друга. Возвращаясь домой, общались на разные темы. Но однажды он мне поведал такое, что отпечаталось в моей голове на всю оставшуюся жизнь. Дело в том, что любая теорема требует доказательств. Все сформулированные в области теории вероятности и теоремы можно условно разделить на два слоя – поверхностный и глубокий, неизведанный. Как это часто бывает в жизни, нашлись умники, которые быстренько доказали самые простенькие теоремы, сделав на этом себе кандидатские и докторские диссертации. Поверхностный слой был быстро освоен наукой и на повестке дня встали теоремы второго уровня, доказать которые многие считали или невозможным, или делом далекого будущего. Мой знакомый решил доказать одно из таких неподдающихся доказательств теорем, тем самым бросив вызов всему научному сообществу, занимающемуся теорией вероятностей. Доказывал эту теорему мой упрямый и целеустремленный знакомый пять лет. За это время он потерял всех друзей, всех знакомых, любимую девушку. С ним осталась только его мать. Доказательством он занимался круглосуточно. Рассказывал, что засыпал прямо за столом, а когда просыпался, то обнаруживал себя с лежащей головой на тетрадях и книгах. На улицу практически не выходил. Приглашения на день рождения Пети или Васи он отклонял и в конце концов они закончились. Рядом, как я уже говорил, была только его мама. Однажды, когда заканчивался пятилетний период его фанатичной работы, он вдруг увидел, что нащупал путь к доказательству желанной теоремы. От нахлынувшего цунами в его душе он чуть было не лишился рассудка. Ведь он понял, что цель его жизни может быть достигнута. За несколько недель каторжной работы он вычислил путь доказательства этой теоремы, а через месяц теорема была доказана. Академики, почивавшие на лаврах после доказательства детских теорем, давшим им звание степени и почести, узнав о доказательстве теоремы второго уровня, как в рот воды набрали. То ли их одолел страх, то ли зависть начала душить, непонятно. Закончилась эта история тем, что моему знакомому присвоили степень кандидата наук, несмотря на то, что доказательство такой сложнейшей теоремы требовало автоматического присвоения степени доктора наук. А теперь самое главное, для чего я рассказал эту историю. Герой доказательства теоремы поделился со мной теми ощущениями, которые испытал после того, как поставил точку после последней формулы в доказательстве. Он сказал, что кайф от достижения цели невозможно сравнить ни с чем, ни с сексом, ни с самой вкусной пищей, ни с рождением детей, ни с получением огромных денег. Также он сказал, что это чувство настолько остро и мощно, что даже сам факт попытки сравнения его с чем-то, это своего рода унижение и оскорбление того, что он испытал. И еще он сказал, что потеря друзей, любимой девушки, это не та плата за кайф, которую можно назвать чрезмерной. Не знаю, но тогда, в далекие 70-е, мне показалось, что я его понял. Исходя из рассказанной истории, можно сделать понятный и простой переход ко второму варианту высшего кайфа футболиста. Высший кайф футболиста или высшее удовольствие футболиста, и не только его, кстати, это достижение поставленной цели, несмотря на то, что многим она кажется недостижимой, в том числе и автору поставленной цели. Что-то подобное я испытал. Не буду рассказывать эту историю, иначе это будет выглядеть нехорошо, будет попахивать хвастовством. Но факт остался фактом. Я поставил перед собой цель, в достижении которой никто из моих знакомых не верил, но которую я достиг. Нет и не может быть потолка в технической оснащенности футболиста. Тот, кто заявляет, что Иванов или Вася Пупкин достигли вершины мастерства и лучше уже играть нельзя, мало что понимает в природе самосовершенствования. Если ты научился попадать в мишень с 20 метров с коэффициентом 0,7, то доводи этот коэффициент до 0,8 или даже до 0,9. И если ты все 10 раз попадаешь в цель, что попахивает сказкой, то и это не предел. Можно уменьшить размеры мишени, аналогично и с обводкой, и с точностью диагонали, и с дальностью вбрасывания из-за боковой линии и т.д. Кайф достижения цели ты можешь почувствовать только тогда, когда видишь, что обычные тренировки никогда и ни при каких обстоятельствах не приблизят тебя к заветной цели. Когда же ты выходишь на улицу в мороз, в ветер, в дождь и тренируешься, несмотря ни на что, включив всю свою волю, терпение и целеустремленность, и видишь, что эта работа начала тебя приближать к заветной цели, то удесятеряешь свои усилия и продолжаешь индивидуально тренироваться, несмотря ни на что. Только так можно ощутить высший кайф футболиста, когда достигаешь, казалось бы, недостижимой цели. Все остальные виды удовольствия – это пыль. И в завершении о ложности поставленных целей. Не все цели корректны. Допустим, что Иванов решил достичь цели – поставить, получать не менее 1 миллиона рублей в год. Но как идти к этой цели, он не совсем понимал, а точнее совсем не понимал. Иванов старался на тренировках, чтобы его хвалил тренер, чтобы закрепиться в основе. В играх частенько брал игру на себя, чтобы в случае его успешных действий его заметили. Однажды ему повезло, его заметили, и он стал играть в профессиональной лиге. Его цель была достигнута, желанный гонорар он получил. Когда цель достигнута, естественно, ставить другую цель, более высокую. И Иванов решил добиться контракта с европейским клубом. Но как он ни старался на тренировках и в играх желанного приглашения все не было. Пришло время вешать бутсы на гвоздь. Иванов понял, что желанной цели он так и не достиг. А почему? Да потому, что неправильно поставил цель. Формула успешности в футбольной карьере понятна и прозрачна, но не все ее учитывают и даже понимают. Вначале футболист обучается. Я думаю, это понятно всем. Следствием обучения является мастерство. Я думаю, это тоже понятно всем. Следствием мастерства являются деньги, гонорары, слава, известность. И здесь, я думаю, всем все понятно. Некоторые футболисты телегу ставят впереди лошади. Они ставят целью получения больших гонораров и, как правило, ничего не достигают. Целью любого футболиста может быть только цель, связанная с повышением технического мастерства. И только так. А деньги, они не заставят себя долго ждать, так как деньги являются следствием мастерства. Селекционеры не дураки. Они зорко следят за каждой командой в любой лиге. Ибо если проспят, то лишатся огромного куска пирога. Вот почему главной задачей футболиста является рост технического мастерства. Если ты чего-то достиг, то незамеченным это не будет. Эта статья и ролик – тысячное или миллионное доказательство того, что без индивидуальной работы вы можете рассчитывать только на свои таланты. И если талантов таких нет, то лучше подумайте о своем образовании или открытии своего бизнеса, если индивидуально заниматься вам в облом. А теперь предлагаю вернуться в начало ролика или статьи. Я сказал, что Европа лидирует по количеству самоубийств. Знаете почему? Потому что там очень большая концентрация богатых людей. Подавляющее большинство из нас имеют материальную ментальность, так как живут в материальном мире. А теперь представьте, что у человека все есть из материального, и он все испытал. Например, у него есть свой замок или огромный особняк с кучей спален, баров, бильярдных и прочее. Также у него есть бассейн, сауна, помещение для камерного театра, кинозал и прочее. Все яства мира он перепробовал, и все вискари с коньяками тоже перепил. Его всегда окружали самые изысканные куртизанки. Он объездил весь мир. В общем, все материальное легло к его ногам. У него нет больше целей. Все увидено, опробовано, осмотрено, услышано и ощупано. Все виды наркотиков также опробованы. И не видя смысла жить дальше, некоторые из таких богачей выпрыгивают из окон, вешаются или прыгают с мостов. Про самоубийство я рассказал не для того, чтобы бояться жить без целей. Совсем нет. У нас почти все живут без мегацелей. Ходят на работу, с работы, в магазин из магазина, домой и так до глубокой старости. Жизнь без поставленной цели становится блеклой и совсем неинтересной. Так живет фауна нашей планеты. Спят, едят, размножаются, осваивают отведенные им цивилизации и пространство. Хочу закончить эту тему на позитиве. Каждый из читающих и слушающих эти слова в состоянии поставить себе цель и добиться ее, независимо от уровня значимости этой цели. Нужна только самая малость – суметь побороть свою лень. А это посильная задача для каждого. У меня все. Пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки. Буду признателен, если поддержите канал финансово. Номер карточки есть под каждым видео. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, неожиданного и эксклюзивного.